Привет, ребят! Давно не было таких разговорных видео. В этом видео я вам постараюсь, как по названию было понятно, объяснить, почему я собираюсь покупать новый Galaxy S8. Надеюсь, он именно так будет называться. Презентация его запланирована на 29 марта. И я уже полностью готов отдать свои деньги, чисто лично свои, за этот телефон. Многие, ну, постоянно, да, пишут, что Илья, вот ты предал Apple, ушел на Samsung. Потом говорят, что Samsung фигня, Apple хороший. Ребят, ну, я это делаю для того, чтобы записывать ролики. Потому что, понятное дело, если человек смотрит минусы и недостатки Galaxy S8, такие ролики больше смотрятся. Это не означает, что, типа, этот телефон полное дерьмо, и я им не собираюсь пользоваться. Я им пользуюсь до сих пор. Он мне очень нравится, есть фишки такие, от которых я не готов отказаться в пользу даже нового iPhone. Я не думаю, что там что-то будет мега-супер-революционное. Вот. И в этом видео я как раз постараюсь вам это объяснить. Что я жду от нового Samsung, и почему я уже приготовил, сколько он будет стоить, ну, наверное, так же, 60 тысяч рублей, чтобы его себе приобрести. А этот, наверное, буду, ну, там, плюс-минус потом продавать. Пару, понятное дело, сравнений запишу. Сейчас у меня у супруги есть iPhone 7 Plus, и реально есть с чем сравнить. Давно у нас YouTube ничего в Москве не проводил. Здесь уже сколько писем приходит по поводу приглашения в поп-ап-студию какую-то, типа для тренинга YouTube. Вау, как интересно. Здесь, смотрите, 24 марта будет. Кто? Елена Хазанова, синдром Петрушки. Ирина, какая-то стереотипа, с которой может столкнуться женщина, будучи режиссером. Как интересно, видимо, для развития на YouTube. Разборы, решения популярных технических вопросов непосредственно в аудитории. Ну, блин, такая тема, не знаю. Реально, сколько раз был на всяких тренингах YouTube, тебя в любом случае не научат, как стать популярным на YouTube. То есть там, ну, понятное дело, такие плоские темы. Когда ты приходишь домой, ты вроде такой весь на позитиве, начинаешь снимать. То, что, типа, хочешь снимать, народу вообще никак не заходит. Не смотрят контент. Сейчас что нам смотрят? Всякие челленджи, раскаленные ножи, что-то еще. Вот, там же про такое не говорят. Да, возможно, тема хорошая. Но, как показывает практика, с такими темами далеко не уедешь. Но, если вы только начинаете свою карьеру на YouTube, так же, как и я, с 20 тысячами просмотров, то лучше сходить, будет, возможно, интересно. У меня такой влог в машине получился. А что я здесь сижу-то? Жду, когда у меня аккумулятор зарядится. На днях, видимо, когда поставил машину, получилось так, что забыл выключить габариты. Та-да-да-да-дан. И в итоге, полтора дня спустя, пришел к мертвой тачке, которая даже не открывается с сигналки. Подумал, что что-то с сигналкой. Оказалось, что аккумулятор, ну, вообще, в нули. Сейчас вот использую свой портативный на 50 тысяч миллиампер, чтобы при помощи крокодилов, которые шли в комплекте, зарядить аккумулятор. Это продолжается уже 30 или 40 минут Притом, когда он зарядится, нужно куда-то поехать, чтобы он подзарядился Как-то не очень удобно, когда у тебя планы все срываются В принципе, из-за твоей тупости Ну что ж такого интересного в Samsung, от чего я не готов отказаться В пользу того же самого iPhone Я уже давно привык пользоваться, ну, как бы передовыми телефонами, то есть самыми новыми Вы знаете, моя любовь раньше к Apple, когда был у меня iMac, MacBook, до сих пор есть iPhone, да, это было как-то круто, прикольно, когда это все стоило, ну, не таких денег Потому что сейчас за iPhone отдавать 70 слишком косарей, ну, как-то, ну, за плюс Как-то вообще жабы давят, еще как Samsung и то вот этот S7 Edge стоил 60, ну, окей, скрипя зубами, купил Да вот новый, думаю, тоже куплю, потому что, ну, все-таки На YouTube, как-никак, люди зарабатывают Не готов я отказаться от Super AMOLED дисплея, который поддерживает Always On Display Это очень безумно удобная штука, когда у тебя постоянно часы на экране мобильника Блин, вот если в iPhone это сделают, я задумываюсь Но без этого вообще вот просто Samsung не слезаю ни за что В ночное время очень удобно, на прикроватном сторике в ночное время Вообще безумно прикольная штука, я постоянно этим пользуюсь Всякие уведомления, ну и часы Просто мега фичи Не готов от нее уйти, даже за такие деньги Тем временем аккумулятор со мной еще не зарядился Все еще турынкает Но уже близко-близко к делу Вторая штука, это тоже самый Super AMOLED экран В рабочем состоянии По краскам, по цветопередаче Это просто божественный экран По сравнению с iPhone 7 Plus Выигрывает во всем Он мне больше нравится От Super AMOLED Не готов оказаться, потому что Очень радует глаз А в iPhone, ну, все какое-то обычное, что ли И вот, получается, пользуясь Samsung, именно S7, здесь тоже такой, ну, прикольный экран, получается, ты как бы живёшь полноценной жизнью. Удивляя фотки в Instagram в дневное время, получается вообще бомбезное. Ну, это из-за того, что экран передаёт такие сочные краски. Когда выкладываешь в Instagram, или кого-то сможешь в Instagram, тоже воспринимается фотография вообще прям офигенно. Но, когда ты, например, фотографируешь на этот телефон, фотография выглядит прикольно, загружаешь в Instagram, смотришь на iPhone, фотка выглядит уже не так интересно. Вот поэтому от такого дисплея я вообще не готов отказаться, потому что смотрю очень часто YouTube, смотрю фильмы, и вот по фото, ну, по видео, прям вообще шикарная тема, по просмотру. Я бы не сказал, что этот телефон записывает самые лучшие видео, либо самые лучшие фотографии. Ещё, конечно, фишка связана с беспроводной зарядкой. Я думаю, что компания Apple в скором времени до этого дойдёт всё-таки, потому что это очень удобно, это мега супер удобно. Я купил себе беспроводный стенд, и в ночное время, ну, когда ложусь, раньше приходилось находить эту самую дырочку, чтобы поставить телефон на зарядку. Теперь такого нету, я просто его вставлю, он у меня заряжается. Очень удобная тема. И вот как-то так, ребят, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и получается, я сейчас уже готов купить именно Samsung, потому что я считаю, что он будет намного как-то опережать в каких-то фишках то же самое iPhone. Ну и все остальные, то есть Android смартфоны, то же самое Samsung Pay, да, круто, но сейчас появится Android Pay. Не знаю, как там будет, на самом деле, защита, мне кажется, как-то хуже должно быть, потому что Samsung заботится, как бы, о своих именно телефонах. А тут Android, и все китайцы начнут туда шмалять Android Pay, а вдруг это там всё как-то взломают в китайских телефонах. Непонятно. Я до сих пор придерживаюсь той темы, что Android мне на данный момент нравится больше из-за своей кастомизации, что я могу с ним делать. Рабочие столы, попробуем завести, получится, не получится, всё ещё нет, окей, ещё посидим, позаряжаем. Рабочие столы с виджетами, очень удобные. Яндекс карты, постоянно пользуюсь виджетом. Дизер, постоянно пользуюсь виджетом, этот, извините, заговариваюсь, виджет почты, постоянно виджет музыкального плеера, да. В iPhone всё было, вроде, на тот момент прикольно, ну, с моей точки зрения, как бы иконки приложений, сейчас, понятно, там есть, когда сдвигаешь, тоже всевозможные там виджеты можно добавить, но, по моему взгляду, это не очень удобно. Вот на Android сейчас мне больше нравится. Ну, и так, вроде, вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть, я готов купить именно Samsung, новую флагманскую модель. Хорошо, я не захотел себе Note 7, ну, потому что он слишком большой был, я подумал, что нафиг он мне нужен. А, ну, и стилус, я считаю, что в мобильнике всё-таки он не нужен, но знаю людей, которые покупают себе телефон для творчества. То есть на нём реально можно рисовать и прям офигенные вещи рисовать. Ну, это кому нужно. Если я имею в виду замечательный телефон, то, что, возвращаясь к разговору, вы постоянно пишите, Илья, ты же там говорил, что Samsung говно, сейчас его нахваливаешь, и там iPhone тоже самое. Ну, вы сами видите, чем я пользуюсь, вот, значит, мне нравится. Всё, что я делаю, в принципе, для, ну, так, вот, ролики популярные, плюсы-минусы Samsung. Понятно, если я его опускаю, ну, это сделано как-то для привлечения людей на контент. Ну, потому что на YouTube без этого никуда. Сейчас, если вообще не заморачиваться названиями, фотками и так далее, ну, кто это будет смотреть? У меня и так, видите, ситуация, когда выкладываешь обзор на какой-то, обзор на носок. Понятно дело, посмотрит 20-30 тысяч человек, потому что мало кому интересен. Когда выкладываешь какое-то общее видео, или, к примеру, какие-то вот минусы, намного чаще смотрят. Ну, конечно, ребята, очень выигрышное решение было у Samsung сделать телефон с поддержкой карт памяти. Кому нужно две симки, пожалуйста, кому нужно одна симка, одна карта памяти. Это прям вообще суперская идея. Поставила себе, там, 256 гигабайт, и вообще можно не париться. В то время, как ты покупаешь iPhone, переплачиваешь за эту память. Какие-то бешеные просто деньги. Непонятно почему. Вот. Здесь, конечно, тема Samsung выигрывает. Но непонятно, что все будет в новом телефоне. Это как было в S6. Пожалуйста, карт памяти нету. В S7 мы ее вернули. Может, влагозащиты не будет? Ну, тоже посмотрим. Хотя, ну, карт памяти, наверное, все-таки будет решающий в моем выборе. Ладно, дайте мне знать, что вы думаете по поводу нового Samsung. Собираетесь ли вы его брать? Такой вот вопрос ограниченной аудитории. Знаю, есть много пользователей, скорее всего, Samsung. Хороший телефон. И iPhone хороший телефон. Просто так вот два лагеря получилось. Разбились. Давайте пообсуждаем в комментариях. Мою точку зрения вы поняли. И собираюсь чисто за свои деньги взять его. И потом о нем также рассказывать плюсы и минусы. Ладно, давайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok